Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли, тили-ли-ли-ли Наташ, вот тебя когда-нибудь в жизни предавали, что вот для тебя травма предательства? Как вот это? Спрашиваешь. Наверное, часто, даже так. Если это относить к предательству, понимаешь, получается, можно рассматривать как травму предательства, а можно рассматривать как факт предательства. Я для себя как-то немножко делаю разницу. Потому что если брать травму, то травмы, казалось бы, ты их прорабатываешь, 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 и убираешь эти автоматические реакции, прощаешь человека и так далее. Но при этом что-то в жизни меняется, а что-то не меняется. Но ты видишь проявление людей. И считать ли, например... Давай возьмем недавние наши ситуации. Считать ли, например, предательством, если ты работал с человеком какое-то длительное время, а он потом берет и просто уходит работать к другому человеку. Это же выбор человека. Выбор. И при этом ты понимаешь, что ты его тянул зачастую даже на своем ресурсе без финансовых оплат, еще без чего-то. И в данном случае я человек, и я тоже чувствую, где есть благодарность, где нет благодарности. И такие факты, наверное, это предательство. Можно считать предательством. Можно, да. А с другой стороны, это выбор человека, который ты уважаешь. И осуждать человека за то, что он сделал другой выбор, тоже не имеет смысла. Имеет смысл его поблагодарить за то, что он тебе подсветил, потому что ты себя обесценил. О, прям десятка. Вот. Поэтому, когда оглядываешь назад, ты помнишь, например, ситуацию у нас, когда мы работали с ребенком, а мама потом бегала по каким-то магам, сказала, нет, это маги, помогли. А там случай был, когда никакой маг не поможет. И понимаешь, что да, ну, пускай будут маги. Ну, наверное, человеку так проще было объяснить. И здесь заодно, вот на этом прорабатывается наше эго. Ну, что не так? Мы же такие крутые, мы же помогли, да? А на самом деле? Так раз и по рогам. Ребята, знайте свое место. Цените себя. Вот я бы сказала, да, именно цените себя. Это об этом больше. Ну, вот ты сама как относишься к тому, что человек зачастую обесценивает нашу работу? Вот своими поступками, поведением. Ты знаешь, поначалу, конечно, это так задевает где-то, да? Но в то же время ты правильно сказала. Это выбор человека. И ты просто вот, ну, как я, например. То, что у меня отозвалось, это мое, да? Выбор человека имеет право быть. Но при этом для себя я беру какие-то на заметочку вещи, которые действительно касаются лично вот меня, нас, как касается, да? Это как раз-таки очень даже о ценности нашей работы. Мы сами себя, получается, бесцениваем. Наш труд, он... Вот правда больно, ну, больно все-таки задевает, когда ты каждый день работаешь с каким-то человеком, как мы работали, работали, работали каждый день. А потом раз, и ты узнаешь, что человек пошел на вторую сторону, на другую, кому-то к другому, да? И ты понимаешь, что ты проделал большой путь. Ну, вот для меня, наверное... Ну, тоже я хочу сказать, что уже и адаптация произошла, правда? Как-то укрепились. Оно по-своему дает силу. Вот я бы сказала силу. Вот за эту силу и можно поблагодарить. Да. Ты знаешь, ну, тогда, коль мы уже сидим у камина и общаемся, тогда давай вспомним сентябрь, да, когда наша команда распалась. На самом деле мне тогда было очень больно. Мне тогда реально было очень больно. Я видела, сколько я сил вложила во все это. И когда я видела тех людей, с которыми мы работали, бесплатно в том числе, да, то есть мы же там была там оплачена одна или две консультации, потом мы тянули по полгода, по полгода, по году людей. И потом, когда я увидела уход этих людей там в другой чат, причем увидела, ну, потому что мне показали, да, вот, и да, после этого это было абсолютно осознанное решение о прекращении работы. То есть я в этом случае, знаешь, что вспоминаю? Вот когда такие взаимоотношения наступают с человеком, у меня вспоминается эпизод, такой силовой, на мой взгляд, из жизни. Одного моего хорошего знакомого, он может себя даже, наверняка посмотрит это видео, и узнает себя, он как-то приехал устраиваться, заключить договор с компанией, он айтишник и обслуживает компании разные, предпринимателей. И вот он приехал и хотел взять очередную фирму к себе в обслуживание. И у него цены были, как он рассказывал, говорит, ну, вот такая-то работа стоит там 100 долларов, такая-то 200, такая-то 300, а вот такой вот весь комплекс 500, вот это для него была самая большая абонентская плата за месяц, которую он себе мог позволить, предложить руководителю компании. И директор фирмы айтишный сидит, смотрит на него, когда тут озвучил сумму в 500 долларов, смотрит на него, говорит, а я хотел вам предложить тысячу. И этот парень сперва замер, а потом вышел за дверь, говорит, подождите минуточку, выходит за дверь стучиться, и говорит, и снова здравствуйте. Я бы так сделала, точно. И у них на самом деле были, потом сложились отношения с этой компанией. Так вот, когда я вижу вот такой расклад, такой тип поведения клиента со мной, то я понимаю, вариант дальнейшей работы может быть только через и снова здравствуйте. И снова здравствуйте, да. Потому что другого расклада быть не может, потому что можно рассматривать нас, как каких-то непонятно кого великие гуру, или еще каких рюшечек нам захотят добавить люди, пускай добавляют то, что им в голове стрельнет. А по факту мы люди, и у меня тоже есть внутри травма предательства, которая есть абсолютно у каждого человека. Она генетически передается, и никуда от этого ни одному человеку сбежать не удавалось. Даже когда ты ее осознаешь, даже когда ты можешь там заменить состояние на состояние благодарности, на состояние какие-то, ну, более частотное, то все равно это занимает, во-первых, период отработки, а во-вторых, все равно остается... Ну, наверное, у меня еще есть момент незавершенности, когда я говорю, стоп, если меня обесценили, значит, и снова здравствуйте. Другого варианта не дано. Это мой выбор. То есть я тоже имею право выбирать. Ну, это о ценности, опять-таки. Это про ценность. То есть растет, растет. Растет, да. То есть уже в таком случае рассчитывать на то, что Наташа, привет, надо вот срочно сделать вот это, вот это, надо помочь тут-то и тут-то, рассчитывать на то, что я на это сообщение отвечу, уже не приходится. Это о ценности, это о предательстве. Потому что у меня, например, травма предательства была активирована ранним ходом моей подруги из жизни. Она ушла в 14 лет в онкологии. И с тех пор у меня не было подруг до встречи с тобой. То есть реально у меня встречались девушки, встречали женщины, которым мы вроде бы начинали общаться, но опять все заканчивалось одним и тем же сюжетом. Вообще этот сюжет регулярно повторялся, понимаешь? И, как правило, в основе всего лежали финансы. И причем финансы не недостаточные, а избыточные. Просто у меня подход к человеку, если ты участвуешь в бизнесе, то ты участвуешь как компаньон. И, оказывается, это играло очень плохую штуку в моей жизни. И я это осознала только к 50 годам. То есть есть люди, у кого... Я буду выражаться по-русски. У кого кукуху срывают на 100 долларов, есть люди, у которых на тысячи, у кого-то на 10 тысячах, у кого-то больше. Но когда я вижу, что кукуху улетает, то я понимаю, что с этим человеком нельзя делать бизнес, нельзя идти дальше. Ну и плюс это стягивает твое внимание, твои силы. А я все время занималась только тем, что мне очень сильно нравится. И могу заниматься часами и днями, и сутками напролет. И ты знаешь, что вот это состояние, когда требовать этого человека бесполезно. Это даже невозможно. Это невозможно, да. А когда человек получил сумму денег, и ты узнаешь, что он уже где-то, да. Блин, ну, а где любимое дело? И вот получается, что вот это все о ценности на самом деле. И это все было о ценности меня в том числе. Поэтому у меня это все о ценности предательства оказался такой клубок, который пришлось расплетать по ниточке. И вот на сегодняшний день я его еще продолжаю расплетать. Я не могу сказать, что я там такая просветленная, и у меня это уже все решено. Нет, нифига, я человек. Имею право, имею право обижаться, имею право злиться, имею право считать себя преданной, и имею право. Но в какой-то момент я закрываю это точно так же анкетами осознания, точно так же благодарю человека за то, что он мне подсветил какую-то мою грань, какую-то мою непроработку. И точно так же, как и все люди, после благодарности я выбираю свой путь и человека, с кем мне общаться. И так практика показывает, что я не захлопаю дверь перед людьми, но почему-то они стесняются в нее войти. Наверное, себя плохо чувствуют, когда у тебя состояние переменилось. Наверное, да, чувствуют сразу. Оно всегда так. Пока у тебя есть обида или злость, то человеку легко к тебе прийти. То есть он это чувствует, и он на этом играет. Он же тебя тренирует. А когда наступает внутри равновесие, и не за что зацепиться, и тренировать не надо, то подсознание само находит повод, как убрать человека из твоей жизни. То есть он найдет другого, кого он будет тренировать, и кому он будет предавать, и кому он будет ходить, и как будут развиваться отношения. То есть... Причем самое интересное, что в моей жизни есть сюжеты, когда люди, с которыми мы расставались так в жизни, в бизнесе, в дальнейшем там проходили годы, и потом где-то случайная встреча, и человек рассказывал, и рассказывал аналогичные истории, он шел по граблям, по граблям, по граблям. То есть вот эти вот штуки у человека были неповторяемые, ну, повторяемые, неосознаваемые. И у меня тоже был период, когда я не осознавала, и работала, работала, и каждый раз думала, почему люди так поступают? Вот я же старалась, я же там искренне была, я же, я же. На самом деле, значит, не ценила себя. И не осознавала своей силы. Вот заметь, с сентября месяца, в силовом плане, что у нас изменилось? Все, наверное, даже. Другие люди. Да, совсем другие. А информационный план как изменилось? О-о-о. А алгоритмы, а результаты? На самом деле, получилось, что отработав грамотно вот эту травму, действительно искренне придя к себе и осознав вот эти моменты, начинаешь благодарить человека, отпускаешь, и после этого открывается другой уровень, вообще другой. То есть другая жизнь. Как другая площадка, я бы сказала. Другая площадка. Другая площадка, да. И какой информационный прорыв сразу тогда пошел? И три книги за осень. За осень. А кроме книг, еще скажи, сколько всего, сколько каких еще осознаний, озарений, которые в книгу-то не положишь? Глубейнейшее. Вообще, все, что касается вот этих парадоксальных состояний, все, что касается вот этих состояний, когда ходили и чувствовали себя здесь Богу, здесь Абсолют, здесь силовые состояния, да. Вот эти все вещи, это все у нас пошло прорывом после того, как прочувствовали свою силу. А силу мы прочувствовали после того, как мы прочувствовали свою ценность. Ценность. А ценность мы прочувствовали только на травме предательства. Благодаря. Благодаря этой травме. Вот и поблагодарить можно. Да, здесь можно и поблагодарить. Мы с тобой и сделали. поэтому вот она просто так устроена так мы развиваемся как мы по улицам гуляли да и гуляем сейчас но вообще вот эти а вот это а смотри вот оно и вот это такой кайф когда ты сидишь вот мы с тобой на одной волне на этой да и прям в потоке и у нас рядом люди проходят мы их не замечаем мы вот это очень незабываемое наш телефонный разговор начинается поскольку восьми нету мы уже кого-то ведем да и потом 8 звонок до 11 до волков каждый час сбрасывает потом прошла работа потом встреча потом курсы потом и так в 12 часов мы прощаемся по дороге чем автомобиле поговорим а бывает даже такое что в 12 часов невозможно расстаться просто кажется боже до утра вот если не 7 если бы мы рядом мы не спали вы на самом деле у меня сейчас когда минут я думаю о центре да а уже голова начала работать в сторону центра то есть начинается я начинаю себе задавать какое типа помещение нам надо надо ли нам а в этих помещениях что должно быть а где должны там серверные стоять надо ли нам свои собственные серверные охлаждение как система должна быть задействовано то есть это какие тоже и должны быть и так далее то есть вот вот эти все вещи я начинаю продумывать голове так как я все-таки инженер у меня достаточно здравый рассудок как я считаю да хотя на окружающем это не так заметно а вот я всегда продумаю что наши дома стоят рядом то есть во первых чтобы не ездить на работу потому что это очень сильно экономит время да то есть минимум три дома и я когда вот об этом думаю я понимаю до 4 минимума должна стоять если посмотреть так чтобы было а если проживание и если взять направление действительно система то в принципе я насчитываю до 13 но вот пока когда планирую как как что ну так это тогда получается большая деревня или большая большой бизнес-центр блин ну ладно это это все бизнесовый вариант это мир это мир инфодайвинга но когда я планирую что мы там будем жить чтобы не ездить да я понимал наши дома рядом и мы ходим туда друг друг кишечка либо сидим мы в одном доме мужиков даже в другой чтобы не мешали работать и как ленин в библиотеку потому что на самом деле порой бывает даже дома что-то делаешь телефон взять не можешь было наташа поделился там вот прям и вот не хватает этого не хватает и заметно это не хватает ни выходных дней не праздников на праздники вроде прерывали работу а оказалось мы прервали работу работаешь на два часа меньше да 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 было такое что на сока на три дня прервали да как мы соскучали мы уже не знали что делать просто невозможно хоть мы и развлекались но не занимались три дня работой все и как это назвать работой вообще невозможно вот я сказала работа и мне тоже резонуло ну не работа это 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 смысл такой когда смысл жизни интерес это жизнь это хобби это все и тогда получается если ты живешь этой жизнью этим хобби то в принципе это не зависит нет клиента не от партнеров кто там появляется в твоей жизни уходит нет стажеров не еще от кого-то зависит только от тебя и того кайфа который ты уже а как ты уже отреагируешь на взаимоотношения с людьми от того какой выбор они сделали это же твое право реагировать так или иначе да ну вот у меня например в моем подсознании модели снова здравствуйте другой модели просто я не вижу когда меня обесценили она просто даже уже по-другому ты не сможешь с этим человеком начинать заново работать просто по-другому не получится даже уже нету внутри осадок даже не осадок меня нет она да нету вот этой открытой открытости искренне навстречу правда уже не ну все это искренность так сразу есть равновесие но нет вот этого огня как от спички запал когда загораешься когда тебя несет как да 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 и когда тебе действительно хочется делать хочется ведь сколько у нас есть например тех же самых детей с которыми нам интересно да то есть мамы там уже и забыли а получается а нам интересно мы ищем решение и вот проходит годы и опыт показывает что до два года вот мы работали и решение нашли и так раз у этого нашли потому этого нашли то есть сложный случай мы тоже закрываем но это вот представь сколько мы вообще за два года работали с ребенком да не один психотерапевт столько работать не будет бесплатно заметить то есть есть консультация ты там заплатил психотерапевту и пошел никто не будет вот так возиться своим подсознанием искать забыл да а ты выискиваешь потому что здесь те те проблемы которые мы берем они не имеют в обществе решения готового решения сказать что мы вот сейчас возьмем и сделаем готовом решение нет получается что мы практически в каждом случае мы ищем решение и есть ребята на как для которых нужно работали решение там где легче случай а есть еще решение нету и где приходится искать и здесь получается либо ты горишь открытым пламенем и тогда ты ждешь такого же открытого движения со стороны человека либо если ты видишь что с той стороны пламени нету это либо это пламя развернулось себе вообще спиной и заливает тебя ты видел как мы мы видели результат наш есть уже уже такой сильный результат и так раз и вот это вот это конечно это да да ну ладно тогда с этой стороны огня нет и тогда все и тогда даже через и снова здравствуйте загореться на самом деле уже сложно да 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 про уже мне тогда проще взять другого ребенка с такой же болезнью реально заменять и уже вести другого через искренность и открытость наверное так хотя я понимаю что человек имеет право на ошибки да все остальное да но я тоже имею право да вот 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 и это значит понимаешь есть ну то есть на самом деле это опыт в любом случае опыт и укрепление своей силы своей ценности ну ценности наверное да свои ценности и просто укрепление силы потому что на самом деле сила растет очень растет и с каждым с каждым вот я я сейчас возможно скажу такую болезненную штуку вот центру человека до проекту с которого с которого вытекал инфодайвинг да на сегодняшний день уже уже было бы больше 12 лет до 13 лет там 12 не помню но много лет то есть этот проект уже давно существующий и через него прошло огромное количество тренеров огромное количество психотехник огромное количество было витков когда одни направления сменялись на другие какие-то тренера отваливались у меня было разное количество помощников и они тоже приходили помогали уходили и точно также можно было считать себя преданным или считать себя но каждый раз я чувствовала после каждого витка приходила новое направление оно было более сильным и я была более сильной приходили новое осознавание и благодарность к тем людям которые ушли до за то что вот на этом куске мы встретились и мы ехали вместе в этом вагоне и после этого человек сошел все благодарность мы с прекрасно провели вместе время на вот каждый остался при своих интересах каждый остался доволен у меня к человеку оставалась благодарность и я бы себя внутри выравнивала состояние хотя меня потом упрекали что я откупалась но я при этом чувствовала себя комфортно да и я могла чувствовать искреннюю благодарность к людям и когда вот инфодайвинг пошел в развитие да там же тоже получается смена команд было ребят с которых мы начинали тренировки до 1 смена команд потом ребята которые вели курсы там эпигенетику и так далее то была другая команда потом вот наша была команда в четвером третья команда а вот и потом вот на сегодняшний день это по сути дела четвертая команда да вот это только за два года но я понимаю что у меня к людям есть искренние благодарности я понимаю что если человек считает нужным сойти с поезда поезд от этого не должен остановиться потому что это то что мы делаем это глобально для человечества я это осознаю и если сегодня мы разменяемся на мелочь до казалось бы там человеческая жизнь это не мелочь да но это жизнь четырех человек двух человек одного человека до впереди есть человечество это люди которые будут жить это новая медицина которая в которой должны прийти вот эти психотехники это новый уровень осознанности для того чтобы люди вообще не деградировали и не угробили себя да не превратились на обезьяна тыла на маска с чипами в голове это это совсем другое и это про осознанных людей это вообще про человека развитого и я понимаю что вот инфодайвинг те задачи которые перед нами стоят не просто так он родился и мы видели в симуляции он не просто так появился не просто так симуляция его закрывает защищает взращивает да потому что он нужен иначе игра может закончиться вот поэтому когда вот уже смотришь с этого восприятия понимаешь значит в составе в поезде едет значительно больше людей чем 1 2 или 4 пускай эти люди очень важны но важны понимаешь они важны но это о свободе на самом деле свобода да они допустим там для тебя там для меня важны да а это для с нашей стороны а для их стороны это взгляд это их дорога их путь который они решили вот изменить и это свобода до право право человека право человека вот из того что я потом вижу все-таки фейсбуке и контакты все это существует я периодически вижу рекламу людей и ушедших тоже и я осознаю что очень многие вещи до человека доходят через два года то есть вот даже банальные примеры там то что делали наши программисты то что делал артур то что делал там волна то что делала ирина на каком-то этапе это было не ценно да а потом я вижу что проходит там два года и вдруг я вижу что человек вынужден за это же платить и он делает все то же самое но платно и для него это становится ценно да и это это тоже уровень развития человека это стадия развития человека когда он не ценил а он не ценил почему потому что я себя не ценила и недооценивала тоже работу команды и так далее. Это его опыт. Да, это опыт, и это зеркала, они работают для того, чтобы обе стороны развивались. Все равно развиваются все, без этого не получится. И все равно в подсознании работает этот закон парадокса, основа которого вин-вин, выиграл-выиграл, или проиграл-проиграл. По сути дела, закон одного. Да. В чистом виде. Это единственный закон, который реально работает. И который... Это единственный закон, который я считаю, закон счастья, закон вообще действительно жизни. Закон жизни, который помогает жизни сделать раем. Да. И ведет жизнь к развитию, но не к деградации. Да. Вот закон одного – это то, что дает на самом деле развитие. Действительно развитие. Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Да. Это он. Другого просто нет. Один единственный закон этот, если бы человечество, если бы люди на нем остановились, все, в жизни ничего. Все изменилось бы, ничего больше не надо было другого. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok